Привет, без дубля, Дмитрий Ру, впервые в Париже. Права была моя подруга, холодно в Париже всё-таки. Целый день, когда ты гуляешь и в движении, тебе кажется, что это хорошо, но когда ты простоял очередь в 34 минуты не в сезон, ты понимаешь, что это ту матч. Я продрог. И если бы не тот шкалик, который греет меня изнутри, я бы просто умер уже от вот этой вот сырости и от этой даже не петербургской промозглости, друзья. Это не передать словами, как сейчас холодно. Хотя часы показывают всего 3 градуса плюс. Но простояв в очереди на эту левую башню, ты понимаешь, что ты замерзаешь. Он пройден, вот такой вот пропускной пункт. Да, мужчинам даже заставляют снимать ремни, но вход бесплатный. Хоть ты и отстоял такую длинную очередь для не сезона. Есть туристы, которые приезжают со своими билетами, точнее они покупают специальный тур, обзорная экскурсия по Паризу, куда входит уже Эйфелева башня, и у них очередь намного меньше. Поэтому, друзья, смотрите сами, решайте сами, кому как угодно. Я прекрасно постоял в очереди, пообщался с испанцами и прошел на территорию Эйфелевой башни. Вот она за мной, сейчас я поднимусь, ну и, конечно же, по русской традиции, подниму тост за всех, за нас. Территорию, как я думал, бесплатно, я попал на эту территорию бесплатно, но впереди есть еще одна очередь, вот такая вот огромная очередь. Буквально она начинается вот отсюда и заканчивается она, друзья, вот посмотрите, вот здесь. Не получилось, не строслось, придется платить всем за плату. А вот мы и определились, какая очередь нам подходит. Позади меня очередь за 10 евро, смотрите. Очередь 10 евро, она невелика, потому что тут нужно пройти своими ногами. Впереди меня, друзья, посмотрите, 16 евро и 16 евро, и столько много ленивых, батюшка, спасибо, отпустил Грифт Мэй. Точнее, позади меня теперь уже, 16 евро, и вот эти все лейзи, лейзи, лейзи фипл, которые стоят в большой большой очереди на подъемниках. Данная очередь, в которой сейчас я стою, она подразумевает только подъем вот на этот этаж, который мы видим над нами. А далее, чтобы подняться на самую верхушку эфелевой башни, но сейчас это, как мне говорила бы бабушка, потому что туман, и вы видите, что ничего дальше в травой даже не видно, поэтому я буду хомо-сапиенс, человек разумный, который поднимется только на троэтаж эфелевой башни, снимет все происходящее с высоты птичьего полета, голубинного полета, я бы сказал. На этом я и остановлюсь, потому что как-то осень не холодала. Да, друзья, идем. А скажите, что я делаю, друзья? Я экономлю деньги. 10 евро, и я иду пешком по ступенькам. Уже темнело, хотя на часах всего 16.56. О, чудо. По-моему, мы добрались. Я в Митриру впервые в Париже. Специальное включение, друзья, из Эйфелевой башни. Вот сейчас вы можете наблюдать ее уже в ночной иллюминации. Посмотрите на эту красоту. Не будем нарушать русские традиции. И, конечно же, поднимем тост за прекрасный Париж. За город любви. Ура! Вечерний Париж, без дубля, и я, Дмитрий Ру. Вот и подошел к концу наш первый съемочный день специального выпуска «Первые в Париже». Эйфелева башня освещена всеми огнями, а мы прощаемся с вами до следующего выпуска, уважаемые друзья, и увидимся с вами завтра, продолжив изучать Париж. Впереди у нас много интересного, а также вас ждет Веснейленд. Удивительно, но даже сейчас, в 17.43, очередь на Эйфелеву башню нисколько не меньше, друзья. Заполнились обе линии. Туристы, купившие билеты, и туристы, которые стоят просто в общей очереди. Очередь настолько велика, попытаюсь вам ее показать. И конца ей не видно. И это сейчас, в конце ноября, когда на улице плюс два. Вот здесь заканчивается очередь, а здесь начинается любовь. Субтитры создавал DimaTorzok